Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня мы продолжим тему садовых хитростей. Я расскажу 5 новых лайфхаков, которые помогут вам ускорить работу в саду. Первая хитрость. Большинство сортов винограда требует укрытия на зиму. Лозу нужно пригнуть к земле для укрытия. Обычно используют металлические шпильки из толстой проволоки. Но если их нет под рукой, а на выходных нужно укрывать. Что же делать в этой ситуации? Наверняка от обрезки сада остались ненужные ветки. Их можно использовать как шпильки. Нужно нарезать ветки, чтобы получились крючки. Один конец короткий, а один длинный. Длинный конец заострить топором, ветку винограда пригнуть к земле и вбить крючок. Таким способом лоза зафиксируется. И ее легко укрыть. Многие растения в саду нуждаются в укрытии на зиму. Используют белый спонбонд, лапник. Но если нет укрывных материалов под рукой, что же делать? Можно использовать ветки от обрезки хвойных растений в саду. Это могут быть ветки можжевельника, туи, сосны и других хвойных растений. Это могут быть побеги цветов после обрезки. Такие материалы отличные и подходят для укрытия многих растений. Винограда, роз или плодовых деревьев. Следующая хитрость. Вы наверняка знаете, как хочется зеленого лука весной. Есть отличный способ получить ранний урожай. Прямо сейчас нужно высадить в теплице лук. Для этого подойдут обычные крупные луковицы. У луковицу срезаем верхушку, выкапываем небольшую канавку в теплице и высаживаем. Присыпаем почвой. Готово. В апреле уже можно собирать урожай. Следующая садовая хитрость. Зачастую в наших садах растут старые кусты смородины. Ветки у них черные. Прироста совсем нет. А значит и урожай будет скудный. Как же молодить такой куст? Да очень легко. Просто нужно срезать всю надземную часть. Оставив пеньки примерно 5-7 см. Весной проснутся спящие почки и вырастет новый молодой кустик. А на следующий год вы уже получите хороший урожай. Последняя хитрость, о которой я хочу вам рассказать, это устройство ограждения для пионов. Большинство сортов травянистых пионов нуждается в подвязке. Кусты разваливаются под тяжестью огромных цветов. Существует много способов и материалов для ограждения кустов, но есть очень простой способ. Чтобы оградить куст потребуется 4 рогатки от обрезки веток и ободок из лозы. Рогатки забиваем в почву вокруг куста, а сверху цепляем ободок и ограждение готово. Остается ждать следующего сезона и наслаждаться цветением пионов. Надеюсь данные садовые хитрости облегчат работу в саду. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!